всем привет мои дорогие друзья с вами зверьё и это сравнительный обзор айфона 5 айфона 4s и айфона 4 эти два аппарата старые iphone 5 появился недавно поэтому есть такая возможность пока пока все не распродал записать сравнение и немножко рассказать вам про эти три модели я думаю что разобью это видео на две части то что сказать много чего хочу постараемся все это уложить значит давайте начнем сначала iphone 4 он на самом деле появился в продаже в июне 2010 года это gsm модель куплена она была как раз где-то в октябре или сентябре 2010 года вот самое первое 4s мы купили год назад в барселоне это было iphone 4 покупался у нас в мтс 4s это 5 произнес какой-то звук 4s у нас появился в продаже с октября 2011 года ну как раз буквально где-то год назад да как появился так мы купили в барселоне был куплен iphone 5 у нас появился продажи с сентября 2012 года но купили моего только недавно копили копили работали на него вот себе я стояла белый iphone многие спрашивали или как он все возьмешь если оставил белый ольга себя взяла черный кстати ольга уже прикупили чехольчик такой чтобы она ну не покоцало то что черный да он все-таки немножко облезает судя по отзывам так с датами начала продаж все понятно ну даже будем говорить так июнь 2010 октябрь 2011 и сентябрь 2012 то есть ну буквально как бы раз в год все у нас выходит так давайте тогда откроем каждую коробочку достанем наши айфоны iphone 4 в черном цвете это мой iphone которым я пользовался мы будем отличать эти две модели iphone 4s и 4 4 как видите сверху разбит да это все было в обложках так но и не знаю чтобы на этом удобнее даже будет так мы коробочки пока уберем так 4s по комплектации все аппараты одинаковые там ничего сверхъестественного не идет и давайте пятерку достанем коробка все больше и больше становится но потому что он длинный iphone вот два красавта iphone и 5 тоже iphone на всех аппаратах установлена сейчас одинаковая прошивка 612 давайте кстати это проверим на вот здесь у нас один выключен сейчас мы включим потом мы всех выключим и проведем сравнительные запуске давайте об этом устройстве об этом устройстве значит версия на 16 гигабайт и версия на 32 гигабайта давайте сделаем яркость экрана на минимум вот так чтобы было ну да на минимум сделаем чтобы было всем видно так яркости обои вот так и 4s но здесь тоже он уже про практически готов сим-карт не вставлен ну и ладно так давайте сделаем немножко поближе подвинем все наши iphone чеки и зайдем в настройки настройки основные об этом устройстве наш на всех аппаратах установлена прошивка 612 давайте мы еще наверно поближе вот так вот сделаем я думаю всем будет видно до 612 на всех аппаратах кстати по каким-то причинам 4s видите у него экран отличается это поярче может автояркости выключим непонятно тоже интересно видите особенность тут автояркость во всех сейчас выключим не закажет на не на что же не влияет раз мы минимум поставим но экрану iphone и 4s он как видите светлей и в меню и не в меню и везде ладно минимально требуемые айтюнс к айфоном значит к пятому айфону только 10 и 7 айтюнс подходит для компьютера для 4s подходит 10 и 5 версия айтюнса и для iphone 4 подходит если это сидимой модель то 10 1 2 и для gsm версии это 9 и 2 версия тюнс а значит минимально возможная версия операционной системы ios на устройствах iphone 4 4s и 5 на пятерки минимально может стоять 6 0 версия айфонс на 4с и может стоять 50 на четверки может стоять 4 0 если это в восьми по мое гигабайт на я модель то эта версия 60 потому что она полны сейчас сейчас еще продается вроде как вот ладно поехали дальше про время работы в сети gsm что было заявлено во всех устройствах значит меньше всего держит явное дело 4 заявлено было семь часов все остальные держат по 8 в работе вай 4s проигрывает но даже вот так вот бы в работе вай фай эти два аппарата выигрывают в воспроизведении видео на всех айфонах установлено значение 10 часов то есть все наш iphone будет работать 10 часов емкость аккумулятора что заявлено по характеристикам 1420 миллиампер час это на четверки 1432 на 12 миллиампер 4s и 1440 в iphone 5 знаете так да понемножку на по 12 по 12 а здесь и по 8 миллиампер часа разница такая идет да непонятно по длине 115 миллиметров значит у нас 44 с идет и 123 миллиметра iphone 5 по ширине все аппараты схожи 58 и 6 миллиметра если мы их так положим то все у нас айфоны по на крыше не будут одинаковые видите о все мы скрыли 5 iphone вот эта ширина она одинаковая 58 и 6 дальше по весу самый легкий iphone 5 112 грамм самый тяжелый из них 4s 140 грамм и 137 грамм весь iphone 4 дальше по процессором или ну да я думаю что пойдем по процессорам в айфоне 5 стоит процессор apple a6 в 4s стоит опять и в четверке apple а4 гаще вот так они все 654 iphone 5 4 4s 4 короче можно и запутаться да ладно мы то с вами все пройдем значит по частоте работы тактовая частота мегагерц 1 и 3 и по гигагерцу в айфонах четвертом и 4s дальше по дисплею дисплей в айфоне 5 4 дюйма в этих айфонах по три с половиной дюйма поэтому многие знают разрешение 640 на 960 в айфоне пятом тоже сохранилось 640 вот это расстояние 640 ну скажем так ширина и высота 1136 в айфоне 4s 960 вот у всех плотность пикселей на дюйм 326 IPS матрица и олеофобное покрытие экрана которое препятствует оставанию там отпечатков пальцев на них но не знаю отпечатки остаются везде везде про лте сети поддерживает iphone 5 про навигацию ладно ничего не будем говорить поддерживают все навигацию по вай фай и по bluetooth по вай файу как он стандарт а ну все знают биджи и н стандарты поддерживают эти два айфона а iphone 5 поддерживает стандарты и биджи и н то есть в дополнение к этим поддерживают стандарт а или эй как кому удобней ой дальше по bluetooth по bluetooth 40 версия точнее что 40 версия в айфоне 5 и 4s и версия 2 и 1 в айфоне 4 то есть он совсем у нас старичок ну да уже больше двух лет прошло уж пора пора про давайте про камеру расскажем в следующем выпуске а сейчас мы наверное сделаем такой живой тест мы их выключим все айфона мы выключим и одновременно их включим какой фон у нас включится быстрее ну конечно они должны включаться так 1 2 3 это логично так все выключено теперь как бы нам все это одновременно зажать так я думаю что вот так вот мы это сделаем все три айфона здесь но даже так на все нажал и кладем вот они три яблока и смотрим какой из айфонов запустится быстрее симка стоит активная в iphone 5 в 4 если симки нету и в iphone 4 симка есть но она не активная но сразу видим 4 дольше всех думает хотя смотрите у нас 5 и 4s загрузились практически одновременно 4 еще до уже давно позади давайте еще раз проведем 2 так лучше сервис от мтс спасибо 4 смотрите что загружается мы уже успеваем выключить 4s и пятерку вот он только очнулся молодец давайте проведем такой борьбу за первое место так нажали почему-то четверочка 4s опять быстрее отреагировал ну и смотрим какой из них быстрее включится мне первый раз показал что они вообще практически одинаково то и 4s даже выигрывает по включению ну 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 хотя сейчас видите пятый потух быстрее нет вообще практически одинаково но ладно я думаю что во всем остальном у нас разница в работе будет заметно вот и давайте еще один такой небольшой мтс спасибо тест хотя не за может это конечно влияет на то что стоит симка здесь не знаю так и небольшой еще тоже тест на скорость давайте откроем не знаю телефоны так и пробуем на колодатуру раз два три так мультитач не сработал на моих пальчиках давайте раз два три но практически все одинаково давайте для частоты эксперимента закроем это еще раз на всех об и зайдем в телефон еще раз раз два три ну практически все одинаково и и последний тест на сегодня давайте мы зайдем в настройки зайдем в настройки с сафари тоже для частоты эксперимента сейчас мы посмотрим какой аппарат у нас быстрее загружает очистить куки да очистить куки и очистить куки ну и плюс еще очистить историю давайте вот так чтоб очистить историю да все очистили историю раз два три заходим и убиваем не знаю давайте в объем нет не порно сайт как вы подумали не знаю рамблер хотя и на рамблеры вот не сижу сейчас зайдем тогда да так и не скажу что iphone 5 чем-то там быстрее загружается все вроде на одинаково rambler.ru теперь осталось одновременно нажать клавишу go как вы понимаете да давайте раз два три ну да все все довольно таки честно iphone 5 был быстрее потом 4s и потом 4 что еще мы можем проверить давайте мы еще раз откроем браузер ну не знаю как вам а вот я отсюда вижу что все одинаково хотя вроде они открываются вот так но хоть не знаю не знаю вам виднее ладно для первой части думаю хватит мы в основном поговорили про процессоры внутренние характеристики в следующей части мы рассмотрим уже сравнение камер поговорим о симках также сделаем еще тесты на быстроту вот так что оставайтесь со мной подписывайтесь на новые ролики и ждите второй части я думаю что она выйдет довольно таки скоро всем спасибо всем пока подписывайтесь на зверя